Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. В учебных заведениях муниципалитета прошли выпускные вечера. У нас в этом году 48 выпускников. Из них у нас 10 выпускников, которые заканчивают с медалью школы. Количество 100-бальников на ЕГЭ увеличивается с каждым годом. У меня изначально была цель сдать русский язык на 100 баллов. Рейд по правилам дорожного движения с юными воспитанниками клуба «Орленок». Смотрю по сторонам, нет машин. Это просто спокойно себя прохожу. В учебных заведениях Ленинского городского округа прошли выпускные вечера. Наша съемочная группа побывала в видновской школе номер 11, где аттестаты об общем среднем образовании получили 48 выпускников. Подробнее в сюжете Натальи Буслаевой. Кажется, еще совсем недавно прозвенел последний звонок. А уже вот она, рубежная черта в 11-летнем марафоне – выпускной бал. Софья Похвалий сравнивает его с романтическим финалом длинной школьной дороги. Учиться было сложно, да, морально это тяжело. Все-таки знания требуют усилий. Очень сейчас волнуюсь, потому что это такой последний день. И даже не верится, потому что вроде недавно была в первом классе, а тут уже все, выпускной. В этом году из-за сложной эпидемиологической обстановки традиционный выпускной бал на Советской площади был отменен. Торжественное вручение аттестатов проходило в актовых залах школ. У нас в этом году 48 выпускников. Из них у нас 10 выпускников, которые заканчивают с медалью школы. И в этом году у нас есть две выпускницы, которые набрали по 100 баллов на экзамене по русскому языку и литературе. И одна из них стала мульти-100-бальницей Юткина Юлия. Поздравила выпускников 11-й школы заместитель главы администрации Ленинского городского округа Ольга Доманевская. И пусть вас впереди ждут радостные, счастливые, трудные и всегда преодолимые цели. Со сцены прозвучало много теплых слов в адрес виновников торжества. Ребятам желали удачи, исполнения задуманного и, конечно, успешного поступления в высшие учебные заведения. Ведь многие из них уже определились, где продолжат образование. МИД МТК на международную политику транспорта. Почему? Ну, потому что меня интересуют отношения политические России-Германии, которые развиваются в сфере транспорта. Я поступаю на управление персоналом гостиничное дело в Санкт-Петербург, в университет Петра Великого. Одним из главных атрибутов выпускного бала для девушек неизменно остается праздничное платье. У меня никогда не возникала проблема со стилем и вообще с одеждой. И как-то сразу увидела, подумала, красный мне идет, значит, вот это вот. Это занимало очень много времени, конечно. Я в последние два дня готовилась. То есть вчера все закупали, чтобы был действительно праздник. Сегодня встаешь утром, рано собираешься в ППХ, чтобы нарядиться, накраситься, сделать прическу. Стоит отметить, что в 11-й школе два стобальника. Одна из них – Арина Аринича. Девушка получила высшую оценку по русскому языку. Я выполняла домашние задания, изучала школьную программу, читала художественную литературу, делала варианты периодически. Обязательно пригодится. Высокие баллы. Я буду поступать, постараюсь поступить на факультет истории, политологии и права. Окончание школы – один из самых волнующих моментов. Позади беззаботное детство, уроки и шумные перемены. Впереди ребят ждет горячая пора поступления в ВУЗы. И взрослая жизнь, полная интересных событий. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Виднет-ТВ. Для многих выпускников единый государственный экзамен был главной целью последних лет. Теперь, после подведения итогов, можно отметить результаты юношей и девушек, получивших на экзаменах наивысший балл. С каждым годом количество выпускников Ленинского городского округа, набравших на едином государственном экзамене 100 баллов, увеличивается. Если в прошлом году у нас было 9 стобальников, то в этом году у нас 12 уже стобальных результатов. Хотя хочу сказать, что у нас еще известны не все результаты единого государственного экзамена. Естественно, мы ждем еще. И надеемся, что так и будет. Ребята получили высшие баллы по русскому языку, литературе, химии и истории. У каждого из них большие планы. А принимая во внимание целеустремленность молодых людей, можно быть уверенными, что у них все получится. Я уже много лет очень увлекаюсь изучением различных языков. Это английский, немецкий, испанский. И мне, правда, это очень нравится. Поэтому моя мечта – это поступить на международные отношения, возможно, когда-то работать в МИДе. У меня изначально была цель сдать русский язык на 100 баллов. Сложностей как таковых не было, потому что, мне кажется, русский язык достаточно прост, если человек много читает. Потому что работает память. В целом, все было достаточно легко. Только труд. В начальной и средней школе русский плохо получался. Но мне все время хотелось достичь каких-то результатов по предмету, выйти на хорошие оценки. И, соответственно, в старших классах приложил усилия. И, соответственно, начал больше времени уделять предмету, что и, в принципе, стало результатом 100 баллов. В Московской области 12 человек стали мультистобальниками. Это те, кто получил наивысшую оценку сразу по двум предметам. Одна из них – выпускница 11-й школы Юлия Юткина. Такой успех оказался возможным только благодаря усидчивости девушки, наставничеству преподавателей и поддержке родителей и друзей. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Ленинском городском округе зафиксирован очередной случай незаконного выброса крупногабаритных отходов. Жительница частного сектора города Видное решила далеко не ходить и оставила свой строительный мусор на контейнерной площадке, которая, конечно, для такого использования не предназначена. Посредством системы видеонаблюдения «Безопасный регион» выявлены лица, производившие данный сброс, и выполнен выезд на территорию с целью установки личности. Сотрудники Госадомтехнадзора составили на женщину протокол об административном правонарушении и обязали ее очистить площадку. Напомним, что штраф за содеянное для физических лиц взимается в размере до 5000 рублей. По закону, утилизировать строительный мусор стоит в заранее арендованные бункеры-накопители. Автомобильная дорога – источник повышенной опасности для пешеходов, а особенно для детей. В летний период они пересаживаются на велосипеды и самокаты и часто выезжают на проезжую часть. Рейд по правилам дорожного движения с юными воспитанниками клуба «Орленок» сотрудники госавтоинспекции провели вместе с инспектором по делам несовершеннолетних. Безопасность на дорогах участникам движения обеспечивает полное соблюдение ими ПДД. Казалось бы, все достаточно просто, но некоторые пешеходы продолжают вести себя так, будто у них 9 жизней. Нередко в опасные ситуации попадают дети, то ли по незнанию, то ли проигнорировав правила. Поэтому сотрудники госавтоинспекции совместно с инспектором по делам несовершеннолетних проводят профилактические рейды, рассказывают ребятам о правилах безопасности и проверяют, хорошо ли они запомнили это на деле. «Надо сначала посмотреть налево и направо. Если машины остановились, можно слезать с самоката или с велика и переходить на дорогу». «Смотрю по сторонам, нет машин. Это просто спокойно себя прохожу. А если я вижу, что машина есть, я просто вот так стою и жду, пока она проедет». «А ты переходишь дорогу и идешь только по пешеходной дорожке, правильно?» «Ну да. Но не на дороге, а по тротуару, потому что по дороге это уже опасно». Но несмотря на то, что некоторые ребята правила знают на пять с плюсом, другие просто их игнорируют. Особенно часто это можно увидеть на улице Лемешко. Знака «жилая зона» здесь нет, а значит, пешеходы обязаны двигаться только по тротуарам. Но на деле они прогуливаются по всему периметру проезжей части, что провоцирует опасные ситуации. «У нас произошло семь дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних детей. Соответственно, одно дорожно-транспортное происшествие произошло именно непосредственно на этой территории, буквально на днях». Нарушение правил дорожного движения пешеходам наказывается штрафом в размере 500 рублей. Велосипедисту, не соблюдающему правила безопасности, придется заплатить 800. Человек на роликах или самокате также обязан ехать по тротуару, о чем необходимо помнить как детям, так и взрослым. Александра Столярова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Плюс 35 градусов в тени – редкое явление в московском регионе. Но вот уже неделю жители области страдают от жары. Кто-то спасается купанием в водоемах, другие отправляются в парки, хотя и там тоже стоит зной. Но в минувшие выходные посетители парков смогли бесплатно получить воду и мороженое. Подобная акция состоялась и в Центральном парке нашего города. Центральный парк города Видное в тени плюс 32. На солнце до плюс 40. Но все равно видновчане спешат сюда, потому что здесь уютно, красиво и просто интересно. Марина часто бывает в парке и первым делом спешит на мастер-класс по изготовлению пластичной массы. Девочка уже освоила технику и теперь экспериментирует. Мне это очень нравится, ну вот это вот, ну очень вот так вот приятно. Успокаивает? Да, тянется. Очень красиво. Что потом с ним сделаешь? Куда? Тому заберешь? Да. Сотрудница парка Влада ежедневно с 10 до 20 часов на рабочем месте. Когда юных посетителей нет, прячется от солнца под кронами деревьев. В остальное время, как говорится, горит на работе. Да, хотелось бы, да, чтобы во всем мире так было. Бесплатно вода и мороженое. Самое важное. А вот и мороженое с водой. В эти знойные дни посетители парка ожидал сюрприз. Каждому, кто проходил мимо, а палатка расположилась недалеко от входа, предлагались бутылочка воды или стаканчик мороженого. Мы пришли на аттракционы с ребятишками отдохнуть. А тут вот такая акция, оказывается, неожиданная. Приятно? Очень приятно. Вошел, и тебе, пожалуйста, сразу уважение и сразу внимание к тебе. Очень приятный сюрприз. Нежданный и приятный сюрприз. Акция «Раздача воды без парка» мы проводим уже на протяжении трех дней. Это акция, организованная Министерством благоустройства Московской области, по всех парках Московской области. Сегодня мороженое нам предоставил спонсор «Чистая линия», а воду нам предоставил наша общественная организация Ленинского городского округа «Твори добро». Руководитель организации «Твори добро» Шамиль Магомедов с утра уже побывал в магазине, закупил воду и мыльные пузыри. Учитывая нашу погоду, то это очень важно. Особенно для детей, которые бегают на жаре, им вода необходима. Мария с семьей тоже сегодня в парке. Мороженого и воды хватило всем. И все довольны. Это просто супер, когда администрация, то есть власти города за всем этим смотрят. Огромная благодарность и большой, скажем, респект. Это просто призыв к тому, что мы должны все-таки объединяться, стремиться к чему-то и помогать друг другу. С заботой от парка. Приходите, гуляйте, отдыхайте в наших парках. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ. На сегодня это все новости. Всего вам доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова